МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Вы сегодня один из самых востребованных, самых знаменитых и самых талантливых азербайджанских современных актеров. Это вы сказали? Да. Ну, я думаю, что это не только мы говорим, и это говорят все эксперты. Нет, ну, вы знаете, фильмы, сериалы с вашим участием, они ежедневные гости в наших домах. А потом говорят зрители, которые вас очень любят. Любят и смотрят. И действительно, вот ваша популярность, и так вот этого не сглазить, она день от дня растет. Чему мы тоже, честно говоря, как зрители и как ваша поклонница, несказанно рады, потому что вы действительно очень талантливый актер. Ой, спасибо. Согрели, согрели, согрели. А вы сами довольны своей актерской карьерой? Именно актерской. Начнем вот с этой, скажем так, части вашей профессиональной деятельности. Очень, очень. Судьба мне подарила такое творчество. Судьба подарила мне столько прекрасных ролей. Их немного, но они знаковые для меня и знаковые для публики, который приходит и в театр, для публики, который смотрит телевидение, публика, которая смотрит кино. Мне очень повезло. У меня не количество, у меня качество в этом отношении. В театре у меня роли за последние 15 лет в год, один спектакль, допустим. Но я вам сейчас скажу просто название этих спектаклей и роли, вам все будет ясно. Это «Герцог Арсина. Двенадцатая ночь Шекспира». Это моя самая любимая роль. Это Стэнли Ковальский, «Трамвай желаний». Это Митя Карамазов, «Братья Карамазовы». Это Араблинский, который, я считаю, что этот образ, эта роль изменила меня, изменила мой взгляд вообще на свою профессию, на окружающий мир. И в кино у меня не так уж много ролей. Одна роль, которая просто, ну, как сказать, благодаря этому фильму мой фейс показывали и в Америке, и в Египте, и в Прибалтике, и в Турции, везде. В Северной Чарь-Шаре. Это Чарь-Шаре, и Нер-Сити, которые демонстрировали на кинофестивалях. Даже вот в Хьюстоне, один из последних кинофестивалей, где фильм был в конкурсной программе, я попал в номинацию за лучшую актерскую игру, но проиграл какому-то европейскому актеру. Но неважно. Я был в числе четверки. Вы сейчас упомянули роль, как любимую роль Стэнли Ковальского из «Трамвай желания». Я очень люблю этот фильм «Трамвай желания», в котором главной роли исполнили Марлон Брандо и Вивиен Ли. Безусловно, каждый актер, перед тем, как играет ту или иную роль, как мне кажется, он, наверное, знакомится с тем, как другие актеры до него исполняли эту роль. А насколько для вас, скажем так, была образцовой та роль, как ее исполнил Марлон Брандо? Я вам сейчас скажу и, наверное, удивлю вас. Фильм «Трамвай желания» я смотрел последний раз, когда мне было или 15, или 16 лет по передаче «Ретро». И я всегда помнил этот фильм, я всегда помнил потрясающую игру Марлона Брандо, Вивиен Ли, одна из моих самых любимейших актрис на мировом кинематографе, она и Одри Хэбберн. Когда судьба мне подарила эту роль, я не то что не хотел просто афишу смотреть этого фильма, я просто убрал, забыл, что есть такой фильм, потому что не люблю. Моя супруга, народная артистка Азербайджана, великолепный, замечательный театральный режиссер Ирана Ханан Тагизаде, она была постановщиком этого спектакля, и она тоже сказала, не смотри. Я сказал, я не собираюсь смотреть. И я сделал все так, как я чувствовал. Те качества, которые у меня внутри скрыты, как бы, да, вот у каждого человека есть и отрицательные, и положительные, и все. Но я захотел сделать первичное что-то, вот свое. Не похоже ни на кого. И так оно и получилось. Это было мое авторство этой роли. Сравнивали. Сравнивали. Даже был замечательный посол России в Азербайджане Дорохи, который первый раз, посетив театр русский драматический, попал на наш спектакль. И потом уже на юбилее нашего театра он сказал, что я смотрел первый раз, первый спектакль был «Трамвай желания». Я очень боялся, что, боялся разочарования, потому что для меня это Марлон Брандо и так далее, и тому подобное. И он сказал, увидев этот спектакль, я для себя решил, что и без Марлона Брандо можно сделать хороший спектакль «Трамвай желания». Это для меня были очень высокие слова со стороны профессиональной публики. Хорошие публики. Но ведь порог ответственности же очень высок все-таки, потому что корифей свое слово сказали во многих, в принципе, не только в «Трамвай желания», во многих. Сравнивали, в хорошем смысле сравнивали. В хорошем смысле сравнивали. И я к этому уже привык. И после Станика Васького я сразу получил роль Мити Карамазова. И уже тут пошло, поехало. Ульянов так делал, Ульянов так делал. И даже, я вам скажу, была такая история. Мы готовились к постановке братьев Карамазовых. Я у режиссера Ирана Ханун Тагизаде впервые в жизни попросил роль. Я сказал, дай мне роль Смирдякова, пожалуйста. Умираю за эту роль, дай я сыграю. Она сказала, нет, Мити будешь. Все, Мити будешь и Мити будешь. После этого я не смотрел братьев Карамазовых. И в плане, даже была критика, в смысле, не критика, а там лицензии были какие-то. Там тоже сравнивали. А вот Ульянов, Фердоресятый шеф. При чем здесь это? Это великий актер. Это когда он жил, когда он творил. Я маленький такой пока человечек, актерчик. Но и та роль, и другая роль для меня очень ценны. И я опять-таки вернусь к началу вашего вопроса, что все роли для меня значимы. Вот сейчас я вот, когда смотрю, у меня за последние 15 лет не было таких ролей, что вот я лишь бы сыграл, потому что я штатный актер этого театра. Как-то вот мне повезло в этом отношении, что вот давались роли такие, которых я... Я вам одну ремарочку бы хотела сделать. Вы знаете, я вот смотрю иногда сериалы с вашим участием по нашим каналам. Вы знаете, вы в сериалах, вроде сериал, мне иногда кажется, что это такая дежурная работа. Вы в сериалах тоже настолько выкладываетесь? Я не могу по-другому. Я не могу по-другому. То есть вы вот своей ролью привлекаете все. Вот вы, значит, уводите все. Хочется смотреть. Спасибо. Ну, по крайней мере. То есть видно, как вы выкладываетесь. Это для меня серьезная работа. Вы знаете, я вам скажу, я очень долго не соглашался на сериалы. Очень долго. Со дня создания в Азербайджане, появления этих сериалов, очень много было предложений. Даже до появления этих сериалов, я даже интервью, один раз у меня брали интервью, и я сказал, что вот хорошо бы, чтобы у нас тоже появились вот эти сериалы, потому что это очень важно, это занятость актеров и так далее, и там подобное. Но когда они появились, я стал отказываться, потому что я боялся. Потому что это очень опасный момент, это очень рискованно. Ты можешь просто уничтожить себя в руках плохих хирургов. Хирургов я называю режиссеров. А вот Тахминай Изаор, который сейчас идет, замечательная работа. И моя роль вообще-то по сути своей, она небольшая, она в третьей степени как бы считается роль. Но как-то вот так у нас получилось, как-то зрители восприняли отношения Мадины и Анваря очень близко, и мы смогли как бы донести любовь, донести отношения, все. Потому что все это было внутренне, очень искренне. Я люблю искренне играть. Я как-то смотрела одно ваше интервью, и вы в этом интервью сказали, что в ранней юности, в 15-16 мечтали сыграть Заура. Но уже к 25 переросли эту роль. Да, у меня взгляд был другой уже. А сейчас вы играете в сериале, и опять вы соприкасаетесь с этим образом. Вы знаете, вот эта тема Тахминай Изаор преследует меня давно. Это началось с того момента, когда я учился еще в школе. Я умирал, обожал этот роман, обожал этот материал, и думал, когда-то я сыграю эту роль. Вот хочу. И когда пришел первый раз в театр русской драмы, Тамила Ханом была, такой режиссер, она ставила именно Тахминай Изаор у нас в театре. И мне дали маленькую роль какого-то заведующего Киабаб Ханой. Ну, так. И вот Тамила Хан тогда говорила, что вот если бы еще 2-3 года работал бы в этом театре, вот ты только пришел, ты бы сыграл, вот ты Заор. Я говорю, ну, что делать, ничего, ну, так. Потом Ильвия Кенюль в 95-м году стала снимать «Бешмарта бали, веналтан жмарта баси» «Сану Баррис Кендарли». Да. Меня пригласили на роль Спартака. И там тоже возникли вопросы, а вот был бы Заор такой. Я говорю, ну, что делать. Ничего. Сыграл Спартака. И вот в этом фильме я играю отца Спартака, уже повзрослевший Спартак. Даже в фильме я иногда люблю добавлять какие-то слова, и сценаристы мне доверяют, потому что у меня свой опыт сценариста, поэтому я в этом отношении во благо дела это все делаю. И там добавил один раз, я паниручил на Спартака, я говорю, ты на меня хорошо посмотри. Я сам когда-то был Спартаком, но я таких вещей не делал. Но самое главное, я все-таки сыграл этот материал. Тахмин Айзаур тему сыграл, но только на перевертыш. Это Ичариш Ахер. Вы сыграли очень такой тонкий, такой на психологическом уровне тонкий образ героя, ветерана Карабахской войны, который встретил там свою любовь и отказался тоже от этой любви. И неумрой девушкой. Во имя каких-то своих определенных принципов. Как вам легко далось сыграть эту роль? Киноматериал был очень опасный для актера. Я находился на острие ножа в том плане, что нельзя было не доделать, и нельзя было не доиграть и переигрывать. Понимаете, да? Чтобы очень шаг налево индийское кино, шаг вправо непонятное, что... Понимаете, да? Вот эта середина, вот этот европейский уровень именно материала, чтобы это было вот то, что мы получили, как бы. Это же тема, я опять-таки говорю, перевертыш Тахмена и Заву. Да, да. Как бы там парень, здесь девушка, и общественное мнение. О людях нельзя судить, надо знать. Мнение создают о людях, общественное мнение и так далее. Это внутренний город, внутренний город каждого человека. Рафаэль, он был очень замкнутый, но он всегда был, он и в молодости, я когда играю какую-то роль, я придумываю не ситуацию, в которой он находится, а полностью начиняю образ полностью. Его любимая песня, его любимый вид спорта, его любимые качества, что он любит, что он не любит и так далее. Полностью начиняю образ. И вот он для меня был как бы классический образ такой, печорин. Вы, для того, чтобы сняться в этом фильме, в этой роли, обжиться в этот образ, вы же похудели тогда на 8 килограмм. То есть это ради любви к искусству, все любые жертвы можно принести, да? Да. А какие еще жертвы можно принести? Это от обстоятельств зависит. Я не люблю, когда меня заставляют. А вот как человек с таким характером, как вы, с таким явно мужским характером, вообще соглашается с мнением режиссеров и выполняет их указания? Потому что... Если особенно, может быть, ваше мнение не совпадает. Режиссер для меня это, знаете как, это, как вам сказать, это святой человек, которому я должен верить. Режиссер должен быть интеллектуальнее меня, умнее меня. И тогда я, как бы, я должен довериться ему. Я всегда говорю, режиссер – это хирург, а актер – это скальп в руках у хирурга. У вас супруга режиссер, великолепный. Как уживается актер с режиссером? Легко? Актер с режиссером не знаю. А я со своей супругой очень хорошо. Потому что, как только мы уходим из театра, для нас тема театра закрывается. И уже кто дома хозяин, это уже... Это не съемочная площадка. Да, это не театр. Фердоси, вы играете и на русском языке, в театре, и на азербайджанском, в кино. Говорят, что язык, он ведь формирует сознание. И играть на двух разных языках даже есть одна и та же роль. Можно совершенно по-разному. Вы с этим согласны? Да, потому что у меня есть такой опыт. Я Араблинского... Араблинский – это вообще моя судьба. Актерская судьба. Я благодарю Бога, что у меня есть это. И большая связь с ним, с Араблинским. Очень много общего в определенных вещах. Я сначала играл на азербайджанском. Потом, спустя 2-3 года, уже как бы по желанию Эль-Чеми Алима, мы сыграли этот спектакль уже в русской драме. И он сказал, естественно, Фердоси. А до этого у нас уже была совместная работа с Эль-Чеми Алимом в Шекспире. Я ему очень понравился. И он сказал, вот я бы хотел, чтобы этот Фердоси сыграл Араблинского. А еще у него усугубилось это, когда он увидел братьев Карамазовых. Понимаете, да? И вот так мы, вот в Аздраме я поработал над этими спектаклями и в русской драме. А чем отличается Араблинский на азербайджанском языке от Араблинского на русском? На азербайджанском Араблинский звучит для меня как Хусейн Джавид. На русском для меня это Есенин. Вот два человека, два мастера, Сейн Джавид в Азербайджане, Есенин в России для меня очень важны. Очень такие важные имена в творческом смысле. Поэтому вот больше вот как-то вот так. Ну, нутро остается Араблинский. Араблинский же ведь и в жизни говорил и на русском, и на азербайджанском. Играл и на русском, и на азербайджанском. Все сходится. Фердоси, вы в кино снимаете, на сцене играете. Театр или кино все-таки? Потому что вот бытует мнение, что в кино сниматься легче намного, чем играть в театре. В общем-то это и правильно. Это говорят те люди, которые не умеют сниматься в кино. Не знают наука этого дела. Я пока не снимался в сериалах, я не знал этого. Когда стал сниматься, я понял, что самое сложное – это телесериалы. Объясню почему. В кино мы снимаем двухминутный, допустим, эпизод. Мы снимаем за целый день. Мы работаем над этим. Там идет процесс, там камера и так далее. А в театре, чтобы сделать роль, нам, у нас два месяца времени, три месяца времени. А тут в сериале, чтобы ты сделал то, что вы говорите, что я, слава богу, хорошо играю. Тут сразу надо соображать. И сразу должна работать интуиция актерская. И мастерство, естественно. За день мы снимаем три серии. Допустим, разные куски разных серий. Как бы по объектам. И там должно быть все очень четко, очень аккуратно. Вы постоянно в любой роли, будь то сериал, фильм или роль на сцене, вы выкладываетесь полностью. Сегодня существует, скажем так, две теории того, как нужно играть. Одна, скажем так, по Станиславскому, вживаясь полностью в роль. Вторая, не вживаясь от этой роли. Я не вживаюсь в эту роль, а я просто играю, как бы играю совершенно постороннего другого человека. Какая теория вам ближе? У меня педагог был Насир Садыхзада. Это великий был педагог театральный. Он был потрясающий режиссер. Его называли Ингелис Насир, потому что он отличался от всего того, что было в то время. Мне повезло просто по жизни, что я после армии, я попал именно в его группу. И он работал по Станиславскому полностью. И кроме Станиславского я не воспринимаю никакую школу актерскую. Абсолютно. Если кто-то слышал про Станиславского, я знаю Станиславского. Поэтому Станиславский – это химические элементы в химии. Понимаете? Таблица Менделеева. Таблица Менделеева. В искусстве. В искусстве. А не тяжело ли каждый раз проживать чужую жизнь? После каждой роли у меня определенное состояние души. Вот после Станиславского, столько там было всего, вот этого всего, когда из зала кричали «Сволочь! Негодяй!» Вот это все, для меня это было все. Я приходил домой, и я молчал. Где-то два часа, три часа я молчал, потому что такой спокойный был. Потому что все, что у меня вот внутри, которое я никому не могу показывать, негатив, вот это все, которое я давно уже там в жизни убил в себе. Просто иногда они же там корни остаются, их надо выклескивать. И вот это вот Станиславский, вот это у меня вот это все вытаскивало. Сублимация называется. А после Араблинского, я вам честно скажу, это единственный спектакль, единственная роль, после чего я прихожу в 10 часов вечера, и я обедаю. Я бываю очень голодным. А вот как вы думаете, бывает ли у актера такое время, когда пришло уходить? Да, бывает. И вообще надо вовремя уметь уходить. Я 5 лет назад, я вам честно скажу, у меня возникла такая идея и такое желание, что после 50 лет я уже не буду работать в театре. Где-то буду работать, а вот в театре не буду. Вот такой бы зык у меня была, вот такая идея сумасшедшая такая. А вот сейчас я думаю, что посмотрим. Нет, дело не в этом, просто дело в том, что я думал, что мы уже в возрасте и так далее, может быть, у нас же любят так Климо, вот тебе уже столько лет, ты уже играй взрослых людей, еще взрослее. И вдруг, вот недавно у меня такая вещь получилась. Актер должен был уехать в Турцию из-за болезни своего сына. А спектакль очень кассовый, это постановка Ирана Ханан Тагизаде, он, она, окно любовника. Очень кассовый спектакль, и все билеты сразу продаются. И вдруг Ирана говорит, что мы с Адалятом говорили, с директором нашего театра, вот Мурат должен уехать. Я говорю, и? Он сказал, что пусть Фердоси сыграет. Я говорю, 25-летнего парня, вы что, с ума сошли? На мою седину посмотрели, тогда еще седина была из-за фильма. Я говорю, ну и что, там что-нибудь сделаем? Я говорю, что с ума сошли, 25 лет, Адалят сказал, что ты сыграешь. И вот я за три дня, за два дня, за две репетиции, я ввелся в эту роль. Бегал, прыгал, как сумасшедший на сцене, забыл, что через год у меня юбилей 50-летний. В общем, что там творил, оказывается, вот подумал, что нет. Еще можно будет еще пару часок. Я вспомнила, знаете, что у Зербека покойного. Да, да, да. А я всегда это говорю сейчас. Да, его старик. Вот вы знаете, вот это удивительная вещь. Это, наверное, вот это и очень опасная вещь. Иногда я боюсь вести себя как ребенок, потому что я не ощущаю, вот это 50 лет, ну и что 50 лет. Это просто 50 лет, ничего не меняется. Просто дата в паспорте. Абсолютно. Ничего не изменилось. Человеку вообще столько лет, насколько он себя чувствует. Клянусь, я так же бегаю. Знаете, этот Моланес Ряды говорит, говорит, я такой же сильный, как в 20 лет. Говорит, а с чем это связано? Говорит, вот у нас камень был во дворе. Я его и в детстве не мог поднять, и сейчас не могу. Но я, опять-таки, и после того, как я сыграл вот этого 25-летнего парня, и все поверили, что мне на самом деле 25 лет, мне это понравилась идея. Фердосе Творческого вам долголетие. Раз уж мы говорим о молодости, говорим о, скажем так, вечной молодости, не только в искусстве, но и в жизни. Творческого долголетия, долголетия и по жизни, и красивой, и роскошной жизни. Спасибо, девочки. Протсветание вашему телеканалу, это, ваш телеканал, это новый мир, новая цивилизация и новый прорыв в мире телевидения в Азербайджане. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.